Семья Сироткиных из маленького села Покур Нижневартовского района. В Сургут приехали не на шопинг в торговые центры, а в травматологическую больницу на контрольное обследование. Мама Егора, Яна вспоминает, сын вообще не плакал, кажется даже не боялся, в отличие от меня. 12-летний мальчик ни разу не лежал в больницах, но несчастный случай, который произошел с ним в конце июля, заставил ребенка познакомиться не только с койкой в палате, но и с операционной и с реанимацией. Егор повредил плечо бензопилой. Мы с отцом работали, просто случайность, так получилось. Он обратился сразу же в больницу нашу, в Покурскорческую больницу, там вызвали санборд, в больнице нам оказали первую помощь, остановили кровотечение, вызвали санавиацию и нас отвезли в Нижневартовск. В Нижневартовской окружной детской клинической больнице Егору оперативно оказали первую помощь, провели обследование, собрали консилиум. Врачи решили однозначно, мальчика надо везти в Сургут. Любое промедление могло стоить ребенку руки. Егора отправили в наш город на спецтранспорте. Потом машиной повезли сюда, в Сургут, когда там в Артовске уже все проверили, оказалось, вот разрыв нерва, все там плохо. В Артовске такое вот не делают и повезли сюда, в Сургут. Вот, сразу же меня там все приняли, подготовили к операции. И сразу же повезли, без задержек, все быстро. Егор со стеснением вспоминает ЧП и дает нам интервью. О травмах, которые он получил, рассказала Нина Зыкова. Микрохирург, которая спасла руку мальчику. Вооруженная специальной оптикой, она три часа сшивала сосуды и нервы, чтобы Егор не только не потерял конечность, но и восстановил ее функции. Самые большие опасения у хирурга вызывали два повреждения. Первая – магистральная артерия плеча. Это магистральная артерия, которая обеспечивает приток крови, соответственно, кровообращение и жизнеспособность кисти, и все верхние конечности от нее завести, и повреждение срединного нерва и нерва чувствительного кожного нерва. Ну, в основном это более значимое повреждение срединного нерва. Потому что если бы не было восстановленной его целостности, то это привело бы к нарушению двигательной функции и чувствительности. Чувствительность в пальцах, в кисти, во всей руке Егора постепенно восстанавливается. Конечно, на полную реабилитацию нужно время. Мальчик наблюдается в Нижневартовской больнице, но еще несколько раз приедет на контроль к сургутскому микрохирургу Нине Зыковой. Кстати, несмотря на травму, Егор собирается начать учебный год вовремя и пойти на торжественную линейку 1 сентября. Дарья Давыдова, Сергей Коликов, Сургут, Интерновости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова